у нас есть новости мы ведем переговоры на сегодняшний день я не буду называть эти авиакомпании то есть я вам скажу так у нас заинтересована в прилете на сегодняшний день если завтрашнего дня ну образно кто-то там поднимет красный флажок и махнет или там зеленый флажок или какой для того чтобы зашли авиакомпании в течение месяца не дожидаясь реконструкции еще раз подчеркиваю это очень важно не дожидаясь реконструкции аэропорта в течение трех недель максимум месяца у нас из города днепр сможет вылетать 5-6 авиакомпании это авиакомпании которые уже подтвердили свое согласие которые заинтересованы в присутствии на рынке города днепра из них это две компании лоукоста остальные это компании не лоукосты но тем не менее то есть у них есть согласие мы сейчас ведем переговоры зачем мы это делаем вы понимаете то есть строить аэропорт чем-то заниматься и когда уже аэропорт будет построена потом за кем-то бегать искать мы сейчас зондируем рынок мы общаемся с разными перевозчиками да наиболее развитая сеть на территории европейского союза и украины это конечно основное покрытие это корпорация компания старый альянс который входит несколько десятков авиакомпаний у них накрыта практически вся европа и большинство из них заинтересовано что вам было понятно даже заинтересована компания таб португау казалось бы где португалия а где украина тем не менее им интересно мы как обычно вы не аргументует чему вы не до нас хочет а для меня дивно они они не или они анализируют рынок допустим самый опыт каким образом я вам скажу допустим самое большое большое пассажиропоток если сравнить даже с киевом от аналогичный пассажиропоток компания люфтханза был с аэропорта донецк когда аэропорт донецк исчез с лица земли аналогов ему не осталось а тем не менее из аэропорта донецк мы могли улететь в мюнхен и мы могли улететь во франкфурт это только те рейсы которые обслуживал люфтханза это без каких-то там кончеринговых соглашений и так далее и поэтому на сегодняшний день они заинтересованы они мониторят пассажиропоток если честно говоря думал что не там же на нас поставили крест сказали там днепр все нет они мониторят они смотрят